Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях, изменениях новостного фона и о том, что происходит с теми инструментами, которые некоторое время назад мы определили в состав нашего, скажем, такого образного инвестиционного портфеля. Начнем сегодня с рынка нефти, который продолжает радовать медведей. Я надеюсь, друзья, то, что среди вас есть только такие. Никто из вас нефть не покупал, поскольку, если вы смотрите эти брифинги, я думаю, что фундаментальный фон, который мы с вами анализировали совместно, он указывал только на возможности одного направления движения, конкретного, это вниз. Именно туда сейчас бренды продолжают идти. Котировки, повторюсь, друзья, 5209. Мы достигли наших целей, я вышел из позиций, сейчас занял, скажем, сторону тех, кто со стороны наблюдает на происходящее. Может быть, кто-то из вас, друзья, сохраняет короткие позиции. Я, в принципе, обеими руками за, поддерживаю это. Хорошая инициатива попробовать выжить из рынка еще больше. Специально для вас в ходе последующих брифингов я буду освещать новостной фон. Но забегая вперед, могу сказать, друзья, что те сводки, которые сейчас есть новостные, они заранее создают потенциал для еще большего снижения. Но в этом активе я был очень давно, друзья, поэтому немного хочу, скажем, перераспределить капиталы в пользу других инструментов. Что касается рынка нефти, тема та же. Это распространение коронавирусной инфекции. Сейчас все обеспокоены тем, что очень быстро вирус распространяется за пределами Китая. Европа фактически уже вся. Под колпаком этой эпидемии Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Хорватия. Везде выявлены случаи. Ну и, собственно, по примеру Италии, можем сказать, что, скорее всего, по принципу цветной реакции и последствиям эпидемии, количество случаев заболевших в этих регионах будет только расти. Мы следили за данными по запасам. Друзья, запасы также оказались на нашей стороне, на стороне продавцов, потому что запасы в очередной раз выросли. Это негативный фактор для котировок. Тенденция из пяти недель подряд. Важно отметить, что событие номер один для рынка нефти сейчас является скорое заседание ОПЕК, которое должно было состояться на следующей неделе. Скорее всего, друзья, оно состоится. Но вот интересный факт, что буквально день назад генеральный секретарь ОПЕК Баркинда сообщил о том, что вся организация, в прямом смысле, напугана тем, как быстро распространяется вирус в Европе. Поэтому поездка на традиционный нефтяной симпозиум под большим вопросом из-за элементарных страхов того, что Вена может оказаться одним из следующих регионов, где вирус будет распространяться. В любом случае, хочу отметить, что, скорее всего, встреча будет. Но вот какие меры там будут согласованы, дополнительное снижение производства по рекомендации технического комитета на 600 тысяч, ну, я не знаю, друзья, без России на такую меру вряд ли пойдут. Поэтому я не вижу в последующих решениях стран ближневосточного картеля участников пакта каких-либо мощных фундаментальных посылов на то, чтобы котировки нефти развернулись. Рубль, друзья, я делал акцент на его неизбежную девальвацию из-за снижения цен на нефть, из-за новых санкций со стороны США, из-за потенциала роста доллара. Надеюсь, что вы понимаете, что раз все эти вводные, они на рынке сохраняются, поэтому российская валюта будет дальше слабеть против своих валютных оппонентов доллара и евро. Ближайшая цель по доллару-рублю – это закрепление выше 66 при таких темпах, как идет ослабление рубля в последние дни. Я думаю, что до конца недели мы уже увидим эти значения. Доллар иена 110.10 – американская валюта. Индекс доллара снижается. Это следствие, друзья, комментариев представителей Министерства здравоохранения США о том, что очень скоро вирус окажется на территории США, может быть, уже оказался. Все это логическое продолжение того, что вирус уже стали характеризовать не эпидемией, а пандемией. Неизбежно через весь генофонд ему придется пройти. Поэтому раньше США рассматривали в качестве регион, нечувствительный к распространению вирусной инфекции. Сейчас этого иммунитета у Америки нет. Поэтому трейдеры снова предположили, что если США столкнется с еще одним вызовом, в данном случае вирусным, с последствиями для темпов роста американской экономики, это может вернуть на рынок разговоры о необходимости дополнительного монетарного стимулирования. Вот уже несколько дней активно обсуждают, будет ли Федрезерв снова снижать процентные ставки, как он трижды сделал это в 2019 году. Сейчас еще накладывается на все это инверсия кривой доходности краткосрочных и долгосрочных облигаций. Как раз тогда, в 2019 году, когда этот прецедент возник, ФРС и начал проактивно действовать, стимулируя монетарную политику традиционными мерами. Доллар сейчас снижается, поскольку, ну как минимум, действительно одно снижение процентной ставки при негативном развитии событий может последовать. Доллар снижается, потому что на американца давят десятилетки, которые остаются на исторических минимумах. Бывший председатель Федрезерва Джанет Йеллен вчера сделала заявление о том, что влияние коронавируса ни в коем случае не нужно недооценивать для американской экономики. И вполне возможно, что, может быть, многие этого и не хотели, но именно этот вирус столкнет ее в рецессию. Американские фондовые рынки валятся, друзья, эти тенденции сохранятся, поэтому мы лишь вынуждены сейчас констатировать общее нежелание трейдеров рисковать, бегство из риска и перевод капитала в защиту. Поэтому золото мы продолжаем покупать, продаем евро, несмотря на рост 1,09-0,8. Сейчас я говорил, друзья, не раз, что это нормально, когда после мощного развития трендового движения актив откатывает. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что распространение вируса в Европе, новые меры экономического стимулирования, последствия для экономики. Все это не может быть, скажем, идти параллельно с укреплением курса европейской валюты. Евро, безусловно, развернется к прежнему нисходящему тренду. Главное, друзья, будьте в этом направлении сделки и присматривайте сейчас к возможностям продать евро дороже. Фунт против доллара 1,29-1,31. Как мы ожидали, британская валюта недолго продержалась в высшем уровне. 1,30 снизилась. Был опубликован день назад документ, мандат на торговые переговоры ЕС и Англии на 46 страницах. Еще нужно разбираться не только нам, друзья, но и представителям также и Англии. Известно, что в этом документе четко прослеживается позиция ЕС по таким жестким стандартам у будущей сделки. Может быть, тем самым они хотят снизить независимость Англии. Но мы знаем Бориса Джонсона, который не любит, скажем, такого рода забросы со стороны ЕС. Поэтому, когда начнутся официальные переговоры на следующей неделе, уже в понедельник будем готовиться к очень серьезным движениям британца. И я думаю, друзья, даже до этого времени мы сможем добраться до нашей цели 1,28-1,50. Австралиец 0,6541 минимум, который мы наблюдали фактически несколько часов назад. Ближайшая цель была на уровне 0,6550. Выходим из сделки, друзья, и радуемся за то, что австралиец принес нам колоссальный профит с начала 2020 года. Доллар канадец 1,3337. Мы выше 1,33, как и планировали. Ждем на фоне слабости нефти то, что канадец окажется выше уровня 1,34. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.